Ярославле растет число случаев мошенничества в отношении пожилых людей. Рост заметный в два раза. Сегодня об этом шла речь на совещании в стенах мэрии, где собрались представители полиции и социальные работники. Подробности у Александра Рябкова. С начала года уже 16 пенсионеров обмануты мошенниками. В прошлом году было 8 таких случаев. Цифра для многотысячного города может и не столь велика, но тенденция роста настораживает. Тем более, что мошенничество затрагивает пожилых, зачастую беспомощных людей. Своебразный семинар сегодня провели в стенах мэрии для социальных работников. Представитель полиции рассказал им о мерах предосторожности и поручил соцработникам проводить разъяснительную работу с пенсионерами. Мы хотим обратиться с просьбой к социальным работникам, чтобы они нам оказали в помощь по доведению до пенсионеров, до престарелых людей информации о совершающихся на территории города мошенничествах. Эта проблема остается для нас серьезной, остается для нас актуальной. Мы считаем, что наша основная задача уже не работать по факту совершенного преступления, его раскрывать, а предотвратить и отпрофилактировать это преступление. Мошенники нередко представляются социальными работниками. От этого страдают и честные люди, представители этой нужной людям профессии. Оно, конечно, ставит под сомнение наших истинных специалистов. Не всегда даже наши действия, которые мы предпринимаем в целях оказания межсоциальной поддержки или социального обслуживания, воспринимаются людьми как истинные. Поэтому, конечно, для нас это тоже определенного рода урон. Но самый главный урон это в том, что лица граждан пожилого возраста, особенно одинокие или одиноко проживающие, они ничем не защищены. Собственно, мы и признаны существованием своих социальных служб помочь им в том, чтобы уберечь их от мошеннических действий. Продолжение следует...